В эфире Беларусь 4 Гомель. Спортивное обозрение. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Накануне состоялся очередной тур чемпионата Беларуси по хоккею шайбой в экстралиге. Команды нашего региона выступили с переменным успехом. Жлобинский металлург на домашнем льду принимал хоккеистов Солигорского шахтера. Увы, несмотря на отличную игру Столиваров, Виктория досталась гостям. Итоговый счет поединка 2-3. Гомель напротив в статусе фаворита отправился в Молодечно. Основные события матча уложились буквально в двухминутный отрезок второго тайма. На 32-й минуте встречи хоккеисты Динамо заработали большой штраф 5 плюс 20. Этим шансом Рейси не применули воспользоваться. Результат сделала первая пятерка Гомельчан. На 35-й минуте счет открыл Эйдис Брахманис. А затем через два оборота секундной стрелки Евгений Соломонов поддержал почин партнера и удвоил счет на табло. Хозяева дважды меняли вратаря, выпуская шестого полевого, но особых успехов не добились. И матч завершился победой Гомельчан. Главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов назвал 18 игроков, которые отправятся на чемпионат Европы в Хорватию. Среди них вратарь гандбольного клуба Гомель Артем Подосинов. В заявку на матч можно включать 16 гандболистов. Имена двух игроков, которые окажутся вне ростера, пока неизвестны. Турнирный путь команда Шевцова начнет 12 января матчем с австрийцами. 14 января наша сборная сыграет с норвежцами. Завершит групповой этап поединок между белорусами и французами, который состоится 16 января. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.